На днях, а именно 10 ноября, после тяжелой и продолжительной болезни, отошел ко Господу клирик города Севастополь, протерей Павел Ильинский. Я думаю, что многие, даже те люди, кто не бывал в Севастополе, могли его знать благодаря тому, что он очень давно действительно занимался интернет-миссионерством. То есть еще до того, когда это стало мейнстримом. То есть в то время, когда еще батюшек в интернете было не так много, многие смотрели на интернет настороженно, он вот в то время тоже начал записывать видео просветительского характера, рассказывал о православии, о традициях православия. И многие с большим удовольствием его проповеди смотрели. Поэтому помолитесь о упокоении новопредставленного протерея Павла. Прежде всего, конечно, нужно знать, что главное поминовение совершается на божественной литургии. Мы приносим свою просвору, как свой дар Богу, и из этой просворы вынимается частичка с упоминанием имени того, за кого мы эту просвору приносим. Поэтому к просворе обычно прикладывается лист бумаги со списком тех, кого мы желаем помянуть. Так что можно за отца Павла подать записку на литургию. Можно помянуть на панихиде, когда в вашем храме будет служиться. Ну а у кого нет возможности по каким-то причинам прийти в храм в ближайшее время, можно помолиться и дома. Но помимо панихиды, литургии, мы можем помянуть и сами. Не случайно в утренних молитвах у нас есть в ежедневном молитвенном правиле есть помянник, где мы должны поминать о здравии живых и о упокоении усопших. Если мы не могли пойти в храм Божий по каким-то причинам, по своей работе, по распорядку дня, то мы можем дома прочесть заупокойный канон. Он есть в любом молитвословии. Не в кратком, конечно, но в более-менее полном молитвословии он есть. Этот канон занимает, чтение его занимает немного времени, он очень умилительный, по окончании его читается молитва, и это может сделать любой православный христианин. Ну или хотя бы просто перекреститесь перед иконой и скажите «Упокой Господи душу усопшего, раба твоего, протверея Павла». Для нас несложно, а для него помощь и поддержка. Ну и также одна из форм, можно сказать, молитвы за усопших – это добрые дела от имени усопшего или просто милостыня. Человек умер, земная жизнь закончилась, он уже больше не может совершить никаких добрых дел, к сожалению. А у всех у нас добрых дел, к сожалению, маловато. Особенно мы это хорошо ощутим тогда, когда пристанем перед Господом на суд, вот на суд нашей совести, на суд Божий. И поэтому, когда мы совершаем милостыню, какое-то доброе дело, или подаем какую-то милостыню в память о усопшем, то неким образом этот усопший становится причастным к этой нашей милостыне. То есть мы бы это не сделали, если бы не он. Но вот ради него, в память о нем, мы совершаем эту милостыню продуктами, или как-то копеечкой. И это мы делаем в память о нем, а значит он каким-то образом, вот таким образом он к этой милостыне становится причастен. Да, человек отошел ко Господу, добрых дел он уже, получается, делать не сможет. Но на самом деле, вот в наше время, те добрые дела, которые мы делали ранее, они могут продолжать работать. Вот и так вот, например, у отца Павла остался вот этот видеоблог, на котором потом будет внизу ссылка. Вот, то есть можно посмотреть его проповеди. То есть получается, вот человек отошел ко Господу, а его труды продолжают работать, продолжают делать добрые дела, нести миссионерскую пользу на деле просвещения людей. Так что помолитесь за отца Павла и напишите в комментариях, знали вы его, не знали, смотрели вы ли его проповеди, может быть, лично были знакомыми, может быть, какой-то случай интересный из жизни вашей, связанный с отцом Павлом, либо отличные встречи, либо, например, посмотрели его проповеди, и как-то вот что-то вам стало понятнее. Вот, очень было бы интересно эти комментарии почитать. Ну, а с вами был Яроманах Александр Митрофанов. Всех обнимаю. Всем пока. До встречи в эфире.